МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель Центра городских компетенций, агентства стратегических инициатив, Татьяна Журавлева. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. У меня первый такой вопрос. Я понимаю, что означает благоустройство дворов, благоустройство общественных пространств. Я понимаю, что означает наполнение функций, нужных горожанам. А что такое городские компетенции? Это как раз то, каким образом все это сделать. Каким образом правильно разговаривать с жителями, каким образом их вовлекать, каким образом делать благоустройство дворов, скверов, парков, любых других общественных пространств, так, чтобы это было комфортно, понятно, доступно для всех категорий граждан, каким образом организовать этот процесс, причем разными людьми, и бизнес, как это может организовывать муниципалитеты, жители. Вот это как раз те самые наборы городских компетенций, которых мы пытаемся внедрить в наши прекрасные города. То есть свести всех вместе, да, на одной площадке, как это бизнес, и активистов, и архитекторов, и бизнес, которые можно полностью... Да, это называется кросс-секторальность, на которой мы стоим. Бизнес, власть и общество должны работать вместе, и желательно максимально предметно, по существу. Кросс-секторальность, я запомню это слово. Ну вот, наверное, последние года три, я думаю, что как раз все программы, которые направлены на благоустройство, да, будь то формирование комфортной городской среды, они работают как раз на максимальное привлечение общественности. Вот в Чебоксарах, если брать, у нас проходила архитектурная лаборатория, московская лаборатория «Марш». На портале «Открытый город городской» у нас, правда, постоянно проходят голосования, например, какие из имеющихся территорий жители бы предпочли обустроить в ближайшее время. Я правильно понимаю, что агентство стратегических инициатив сейчас хочет создать еще какую-то платформу, где как раз скооперируют, да, людей, которые... Во-первых, мы нет, мы не создаем платформу. У нас есть отдельная краудсорсинговая уже действующая платформа 100городов.ру, на нее можно зайти посмотреть. Это первая платформа всероссийская для городских проектов, именно для краудсорсинговых проектов. Но чем мы занимаемся в части вовлечения? Мы собираем как раз вот эти чудесные практики, которые есть. И мы их, то, что называется, продюсируем. Нам очень важно, чтобы то, что проводится в Чебоксарах, также проводилось в Рязани, в Якутске, в Хабаровске, в Южно-Сахалинске и других прекрасных городах. Потому что практики, к сожалению, надо продвигать и распространять. Они сами по себе не переходят от города к городу. Вот этим мы помогаем, в том числе. Это одна из наших задач. Я вот знаю, что как раз сейчас агентство стратегических инициатив имеет такую возможность поддержать создание, как это называется правильно, института развития, института проектирования общества. Это о чем речь? Да, региональный центр компетенции мы это условно называем. Мы договорились с Минстроем России, делаем это, безусловно, совместно. Это мы делаем в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Нам очень важно, чтобы в каждом городе, в каждом субъекте, хотя бы пока, появился тот квалифицированный заказчик, который в состоянии те самые компетенции, которые мы агрегируем на федеральном уровне, забирать пакетом к себе в регион. Чтобы у вас были все лучшие практики, которые есть сейчас в России и в мире. Чтобы вы здесь организовывали процесс таким образом, чтобы благоустройство в Чебоксарах было таким же прекрасным, как в Москве, например. Это идеально. А вот у нас заказчик, это кто? Это пока наш Минстрой республиканский? Нет, он сейчас разбыт. У нас в стране очень сложное, то, что называется, как любят шутить наши чиновники, хочешь остановить процессы, бери совещание или межведомственную рабочую группу. Вот эти межведомственные отношения, они очень тяжелые. Когда простой житель обращается, говорит, мне нужно сделать ремонт, а ему чиновник отвечает, за это отвечает другой замглавы, жителям должно быть все равно. Житель должен иметь одно окно доступа, и вот эта агрегация городских сервисов для жителей должна быть вот в этом центре. То есть мы как раз попытаемся сделать действительно какое-то одно окно, которое будет заниматься, не знаю, собирать проекты, собирать активистов. Синхронизация всех, чтобы не было такого, что у вас сделали во дворе прекрасное благоустройство, а потом мы понимаем, что через год у вас надо делать капремонт, и все благоустройство летит к чертям, и мы все снимаем, все поднимаем. Вот эту неэффективность мы сейчас и сокращаем. У вас есть чудесные соседи Нижегородской области, у них этот центр действует великолепно, и они синхронизируют уже, сколько, уже год, наверное. Вот я как раз хотела спросить, как это будет работать, как это работает у наших прекрасных соседей, как вы сказали. То есть кого мы собираем? Это какие-то молодые ребята-архитекторы, которые работают на общественных или не на общественных началах? Мы сейчас договорились с республикой о том, что мы сделаем открытый отбор. Есть определенный набор, простите, компетенций, которые должны быть в этом центре. Должен быть менеджер, который все это дело возглавляет, потому что творческие личности – это прекрасно, но процесс надо организовывать. Должна быть архитектурная группа, должна быть группа, которая отвечает за вовлечение и привлечение экспертов в том числе, потому что это отдельная категория людей, это не просто работа с жителями. Должна быть группа, которая отвечает за подготовку и визуализацию концепций, дизайн кодов и так далее, и так далее. Должен быть бэк-офис в этом центре. А дальше же, каким образом он будет устроен, это зависит от ресурсов и возможностей сейчас, которые есть в регионе. Мы будем сейчас определять штатку, и потом запустим открытый отбор, в котором смогут принять участие все архитекторы, урбанисты, менеджеры, республики, что они хотят, что они хотят приносить пользу региону. Вот если кто-то из наших телезрителей определил, что он в какой-то из этих компетенций, опять же, может помочь городу, ему куда нужно будет обращаться? Или это как раз уже тоже попозже мы делаем? Мы чуть-чуть попозже, мы чуть-чуть попозже. Это будет очень открыто и прозрачно. Мы на этом всегда наставим, когда работаем с регионом или с любым городом, чтобы все процессы, чтобы не создавалось впечатление, что мы создаем какую-то, знаете, структуру, которая будет заниматься какими-то проектами, очередная бюджетная история. Нет, у нас все должно быть открыто и прозрачно, жители должны знать, что это за люди, какие они будут представлять их интересы, какие они будут запускать проекты и как они будут формировать заказ. Потому что их основная задача, безусловно, собирать мнение жителей о том, что такое комфортная среда для жителей города Чебоксар. Я не знаю пока этого. Вот, предположим, центр уже работает. Мы набрали замечательных специалистов. Они предложили очень интересные какие-то проекты. Здесь возникает вопрос, то есть за чей счет банкет? Под какие программы благоустройства будут попадать их проекты? То есть это формирование комфортной городской среды? У нас есть национальный проект. С вами жилье и городская среда. В рамках него есть, по крайней мере, две основные программы. Первая – это ФКГС, федеральная программа комфортной городской среды. Второе направление – это конкурс «Малые города и исторические поселения», в которые малые города, республики могут подаваться сейчас. И я знаю, что несколько городов уже выигрывало в прошлом году. Но они выигрывали не за счет внутренних ресурсов, потому что нам очень важно… Смотрите, зачем еще нужен этот центр компетенции внутри? Невозможно работать со всей страной тремя-четырьмя командами архитекторов, как это сейчас происходит. Нам очень важно растить и поднимать потенциал, который есть в регионе, а он, я знаю, он точно есть. Просто его нужно чуть-чуть, чуть-чуть, немножко воспитать, чуть-чуть обучить. Точками роста, да? Ну, можно и так сказать. Я не очень люблю слово «точки», но пусть они будут лучше города роста каким-то таким образом. Я вот всегда этот вопрос задаю, задам тоже этот вопрос вам по поводу малых городов. Лично я думаю, что основным моментом, почему люди все-таки еще живут в малых городах, это все-таки работа и возможность как-то заработать. Неважно, насколько прекрасный у них будет парк. Вот все-таки, как вы думаете, есть ли смысл сейчас как бы делать акцент на этом? Или же, не знаю, может быть, все силы пустить как раз... Я вам расскажу страшную историю. Вы ошибаетесь. Жители малых городов, они точно такие же люди, как мы с вами. Я понимаю, что они не хотят жить не хуже, конечно. Нет, они не просто не хотят жить не хуже. Ну, вот смотрите, я много работаю, например, с атомными городами. День в атомном городе начинается... Ну, там есть где работать, признаюсь. Да, да, да. В 8 утра... Ну, слушайте, на атомной станции работают там 4-7 тысяч человек, а остальные жители города это кто? Обслуживают воспитателей детских садов. Да, 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 да. Но смотрите, рабочий день в атомном городе или там в большинстве малых городов начинается в 8 утра и заканчивается в 4-5 часов вечера. Люди спать ложатся, как правило, в 9-10 для того, чтобы встать так рано. Что делать все это время? Когда мы работаем с молодежью в этих городах, не самые главные причины отъезда, они говорят, не отсутствие работы, скука. Поэтому общественные пространства, поэтому досуг, поэтому функциональное их наполнение, поэтому современные форматы. Вот тем, кто заинтересовался темой, следить за новостями сейчас можно на каком ресурсе? Facebook, Instagram, 100 городов. 100 городов. 100 городов. И портал, краудсорсинговая платформа. Если вы хотите вдруг подать городской проект из города Чебоксара, я бы очень рада. Спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с руководителем Центра городских компетенций агентства стратегических инициатив Татьяной Журавлевой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин